И нам говорят, что у нас нет машин. Да нет, машин у нас в действительности много. Вопрос, кто нам эти машины дает? То есть, естественно, дилеров и не было, и нет, и не будет. Ну, кое-какой дилер появился, и то хорошо. То есть, люди начинают понимать, кто вам это все дело продемонстрирует и сделает это все дело качественно. Естественно, программа «Автостоп». К слову о том, что программа «Автостоп» в этом году уже 15-й год исполняется. Ну, так, чтобы понятно было, да? Работаем подольше, чем кто-либо в этой жизни. Какие машины и где мы берем? Нас больше всего интересуют те машины, где вы можете машины себе и купить. То есть, центральная городская ярмарка. Вот эту машину мы здесь взяли. Мы можем взять машины и с левого берега. И вообще, люди понимают, что если бы не телевидение, наверное, бизнеса бы и не было. А телевидение какое? А телевидение хорошее. Программа «Автостоп». То есть, нам дали машину. Хорошую слов нет. Audi A6 Quattro от 2003 года. И пока я вам буду рассказывать об этой тачке, вот вам главный результат. Мы любим автомобили той самой любовью, ради которой залазим в кредиты. Это хорошо, но ненадолго. В США пенсионеры берут себе автомобили от 13 лет. Вот такие стоят дешево. Започти валом. Удовольствие то же самое. И почему мы все-таки благодарим центральную городскую ярмарку, да? Потому что старые друзья. Не знаю, сколько работаем вместе. Кто? Это было клево. К слову о центральной городской ярмарке. Мы вообще-то хотели до этого вам показать двое замечательные машины от Мерседеса. Продались. Хотели вам показать правую руку большую Toyota. Продалось. То есть, о чем речь идет? О том, что если пригнали машину на центральную городскую ярмарку, его заберут однозначно. К слову, об этой машине. Чем мне всегда нравилась Audi, да? Ну, пункт номер один. Ну, с моей точки зрения, Audi это не самая гниющая машина. Это точно. Потому что они ее хорошо очень делают, да? Тем более, если мы говорим о Audi A6 Quattro, с двигателем 3 литра, с шильдиком S. Ой, какая машина. Реальная нормальная машина. Причем она достаточно быстрая машина. Теперь мы говорим о машинах, которые предлагает нам Германия, да? Конечно, Мерседесы, они так быстро не ездят. Я сразу говорю, если вы хотите ездить себе в Мерседес, чтобы он быстро ездил, берите себе 600-ый, тот ездит как самолет. Все остальное это вариант комфорта. Вариант номер другой. BMW. BMW это машина для драйва. Вопросов нет. Но вот и Audi стала туда же подходить. То есть, представляете, Quattro полный привод. Ух! Да машина не новая. Да машина 2003 года. Ну и цена тут. Давайте просто все это дело пересчитаем и скажем, что сейчас в реальности вы эту машину можете купить за 5 тысяч долларов с небольшим. О-хо-хо! То есть 320-350 тысяч рублей. Никаких проблем. Ездите, получаете максимальное удовольствие. Да у машины есть мелкие косички. Ну, это бывает. Как вы хотите. Машина, которая пробежала 250 тысяч километров, чтобы ни мелких косичков не было. Ничего на этой машине можно ездить. Плюсом ко всему, если вы туда поставите газовое оборудование, то вы даже забудьте... Ну, да, конечно, транспорт налог. Но, с другой стороны, может быть, он весь не совсем такой навороченный. Вот и все. Оно, конечно, хорошо на 600-м ехать. Но когда 52 тысячи тебе пролетают, начинаешь думать, блин, пасхальная, зачем мне эти деньги платить? Другой вариант газ. Возможно бы. Почему бы и нет? Что касаемо этого автомобиля, как он красив, да? Ну, снежная королева. Настоящий металлик. Грамотный металлик. Плюсом ко всему, ну, все, что внутри. Так, к слову, можно на кнопочку S нажать, чуть-чуть ниже сюда, да? И начинать ее тыркать. Вот это будет самолет. Космический. Теперь, почему эти машины все-таки любят тех, кто банки грабит? Они любят Audi. Потому что это пробивная машина. То есть нет ничего снаружи, что можно где-то там оставить. Никаких проблем уедет. Никаких проблем. И даже с двигателем 3 литра. Сейчас быстренько покажу. Ну, так вот, нормально, да? Этого хватает. Этого хватает. Хотя я все-таки сторонник грамотных и неспешных перемещений. И тогда вы будете получать удовольствие. А тем более еще говорят, что это Quattro. Ну, вы помните, да? Почему мне всегда Audi Quattro нравились, да? Ну, и вообще Audi. Ну, про неубиваемость кузова я уже говорил, да? Про все остальное. Вы даже на селедочке, на хорошей селедочке можете ездить. И вообще никаких проблем. То бишь, если мы говорим о тех машинах, на которых я бы хотел ездить, да, в действительности, то Audi это из того варианта. Потому что, ну, пунктом номер один. Это была первая машина иномарка, на которой я проехался в поселке Миндяк. Мне дали прокатиться на Audi A6. Сотка тогда была еще. Кузов был универсал. Но мне она очень понравилась вот этим большим-большим-большим застольем, представляете, да? Хотя и кладушки уже были, но это просто супер. А уже потом, потом уже начались американцы. Но, тем не менее, вы должны понять, что и Audi в этой комплектации, она также поставляется в Америку, и также она там ездит. Это, конечно, супер. Куда за таким машиной можно прийти? Центральная городская ярмарка. Приходите и смотрите. И машин там в действительности много. То есть мы не говорим о каких-то навороченных автомобилях. Цена машины 5,5 тысяч долларов. Это не та самая большая сумма. Кроме всего прочего, и остальные вы можете купить. И Максим даже мне сегодня сказал. Он обнаружил машину, ну, за весьма недорогую сумму, 1700 долларов. Чего бы ее не взять, то. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ